здравствуйте друзья прошлом видео мы с вами плели вот такую вот цепочку и я обещала показать как сделать из такой цепочки браслетик ну для того чтобы сделать браслет нужно сплести второй кусочек цепочки вот у меня получилось 1 и я сплела еще один кусочек причем конечно должно быть одинаковое количество вот этих выпуклых бисеринок но это не так сложно вы сначала делаете одну с примерочкой сколько здесь надо будет доставить на замочек и потом плетете точно такую же ну и вот смотрите я думала как сделать браслет и придумала 4 варианта я вам все четыре покажу два первых варианта девочки все кто только начал заниматься бисером а вы мне многие пишите и спрашиваете с чего лучше начать заниматься так вот специально для вас я придумала как попроще сделать из вот этой цепочки браслет и два варианта более сложных до хотела сказать девочки всем спасибо за то что вы присылаете мне свои работы по моим мастер-классом вы настоящие мастера ваши работы просто замечательные если я не всем успеваю отметить но ответить но вы знаете я все ваши работы вижу и конечно с опозданием но я всегда отвечаю всегда комментируем так ну и смотрите вот наши две цепочки возьмем для того чтобы нам было легче плести вот иголки и где-нибудь да просто вначале можно в конце можно прикрепить чтобы они у нас просто не ползали не плавали никуда вот ну вот вот так я прикрепляю мне главное чтобы это цепочка не ерзала ну и в общем то чтобы вам было хорошо видно здесь я пока сейчас сильно скреплять не буду потому что когда я начну плести я допустим еще не очень знаю расстояние которое у нас здесь получается что вы делаете для начала вы прикрепляете нитку где-нибудь в начале где будете пришивать замочек я этого не делаю потому что я буду вам показать четыре варианта и каждый раз буду расплетать чтобы мне не плести лишний раз вот такие вот цепочки значит и вы должны выйти вот в первый наш в первую выпуклую бисериночку вот я вышла из вот этой вот первой бисериночки вот моя черная нитка вышла и тут значит как я говорила первый вариант совсем простой мы берем две бусины бусинки 2 миллиметра на 1 2 бусинки 2 миллиметра и смотрим совмещаем нашу цепочку и смотрим вот наши совпадающие выпуклые части а мы заходим иголочка на второй стороне браслета вот не в совпадающую следующую вот сюда во вторую то есть нитка выходит из первой а мы заходим во вторую по ходу плетения и хорошенечко подтягиваем вот так набираем следующие две бисериночки и здесь мы пропускаем одну и вот сюда вот получается от этой бисериночки через одну заходим все идем по ходу плетения никуда ничего не крутим вот видите что у нас получается теперь мы можем вот эту иголку взять и прикрепить где-нибудь вот здесь чтобы она просто не давала двигаться нашему браслету а кто может на руках плести то можно и не прикреплять ну и так мы делаем до самого конца набираем две бисериночки выходим отсюда и по ходу плетения заходим видите через одну от бисеринки делаем такой зигзаг вот так вот первый вариант плетения смотрите получается очень красиво такой нарядный браслет более чем 2 миллиметра я вам не советую брать бусинки потому что будет во первых очень широкий браслет а во вторых если будет бусинка больше чем 2 миллиметра то вот здесь придется еще доставлять бисерину так ну вот теперь давайте посмотрим как плетется у нас второй вариант второй вариант тоже он похож на этот первый но только вместо двух бусиночек мы будем вставлять биконус и вот у меня биконус и 4 миллиметра 4 миллиметра мы набираем одна бисеринка один биконус и еще одна бисеринка и делаем все то же самое проходим ну здесь будем считать что это у нас начало браслета вот так напираем опять то же самое бисеринка биконус бисеринка и проходим через одну одну пропускаем заходим следующую так все время идем по ходу плетения это очень просто действительно для новичков а изделия получается очень красиво и очень наряд сейчас она немножко топорщится потому что высота браслета у нас немножко разная но когда я доплету вот сюда будет хорошо видно как будет выглядеть браслет вот в таком вот видим так бисеринка биконус бисеринка и заходим через одну и так делаем до самого конца все очень просто очень быстро но результат получается очень красивый ну вот я закончила плести и вторым методом вот видите у нас биконусы стоят такими точно уголочками как и вот эти вот бусиночки первый вариант второй вариант я для чего вам показываю я хочу чтобы вы мне в комментариях написали какой вариант вам больше всего понравился так ну и сейчас я это все расплету и покажу вам как плетутся еще два варианта ну что ж приступим к третьему варианту вариант 3 плетется чуть чуть сложнее и плетется он на двух иголках вы опять должны совместить браслет и выйти иголочками и с первой бисерины но это если вы захотите чтобы ваш узор начинался самого начала или можете начинать где нибудь середины а здесь как два пустых конца будут тоже будет интересный вариант делаем так на каждую иголочку набираем бисерина набираем биконус через который проходим обоими иголками друг навстречу другу так подтягиваем это ну вот смотрите мы когда потянули это дело у нас получилось что иголки поменялись местами теперь мы на каждую иголочку набираем по одной бисерин очки и выходим каждой иголкой по своей стороне правой по правой стороне следующую бисеринку так а левой с набранной бисеринкой заходим по левой стороне хорошенечко это все подтягиваем и делаем следующий набор такой точно как делали до сих пор на каждую иголку мы одеваем по бисерин очки биконус и проходим его одной иголкой и потом навстречу другой иголкой вот так и вот это все хорошенечко подтягиваем и одеваем по одной бисерин очки на каждую иголку и заходим в соседнюю бисерину соседнюю выпуклую бисерину правой иголкой по правой стороне левой иголкой по левой стороне и и делаем так до самого конца в биконус проходим с двух сторон иголками подтягиваем здесь у нас биконусы уже стоят ровненько если в первом во втором варианте они были наискосок и шли зигзагом то здесь у нас зигзагом идут вот эти вот бисерин очки которые мы сейчас сами набираем смотрите нас такой получается здесь зигзаг так и здесь мы должны сделать то же самое одеть бисерин очку и зайти соседнюю выпуклую бусинку я надеюсь что вам видно я обычно для мастер-классов стараюсь плести на крупном бисере но дело в том что очень мне уж не захотелось сплести сразу две цепочки с крупного бисера и будет непоказательно материалы опять-таки нужно просчитывать будет отдельно иголки получается меняются местами растягиваем в разные стороны так одеваем по бисерин очки и заходим в соседнюю бисеринку так правой иголкой по правой стороне левой иголкой по левой стороне и и каждый раз не забываем хорошо подтягивать так ну давайте закрепим результат я поменяла дислокация не уверена хорошо ли всем было видно значит на каждую иголку набираем по бисеринке биконус один на две иголки то есть с одной стороны зашли и с другой стороны зашли подтянули набираем на каждую иголочку по одной бисеринке и и заходим в ближайшую выпуклую бисеринку здесь правой иголкой по правой стороне левой иголкой по левой стороне вот и все премудрости но если вам показалось это сложно то следующий способ будет еще сложнее вот я вам сейчас его продемонстрирую значит на каждую иголку набираем бисерина биконус на одну и бисерина биконус на вторую вот так на двух иголках по вот такому набору бисерина биконус бисерина биконус теперь мы берем одну бисериночку и проходим ее друг навстречу другу вот так вот так иголочками и это все хорошенечко подтягиваем наши иголки теперь поменялись опять местами теперь делаем набор в обратном порядке набор в обратном порядке биконус бисерина и здесь тоже самое биконус и на правой иголке то же самое биконус бисерина и заходим значит пропут получается вот смотрите вышли отсюда одну пропускаем заходим вот через одну от той откуда вышла нитка видите вот заходим вот в эту бисеринку правой иголкой той ниткой которая справа заходим по правой стороне той ниткой иголкой которая слева заходим по левой стороне вот наша нитка выходит одну пропускаем заходим в третью и хорошенечко подтягиваем и смотрите у нас здесь получается цветочек не знаю хорошо ли видно ну сейчас опять это не очень показательно потому что ширина браслетов разная но сейчас я немножечко вам еще покажу для закрепления результата значит наш набор 1 бисерина бисерина биконус биконус бисерина биконус теперь одну бисеринку берем и проходим друг навстречу другу в нее так иголочками и набираем в обратном порядке биконус бисерина биконус бисерина биконус бисерина биконус бисерина вот смотрите наша ниточка выходит вот она видите выходит ниточка из вот этой бисерин очки мы пропускаем одну и заходим вот сюда вот в третью правой иголкой по правой стороне левой иголкой по левой стороне через одну вот так так будет плестись конечно быстрее потому что сразу мы проходим через одну бисерин очку вот у нас уже второй цветочек появился знаю хорошо ли видно ну давайте для закрепления еще один раз покажу набираем по одной бисерине по одному биконусу и одну бисеринку общую на две иголки проходим ее друг навстречу другу вот так подтягиваем это все и в обратном порядке набираем биконус биконус бисеринка бисеринка то есть в обратном порядке и отчитываем можете сразу сначала не затягивать сильно вот первую цветочек отклоняетесь считаете отсюда выходит одну пропускаем третью заходим вот сюда а так раз и здесь тоже самое одну пропускаем третью заходим и теперь берем обе иголки и хорошенечко подтягиваем вот такие у нас получается с вами цветочки вот и четвертый способ выглядит вот так принципе ничего сложного нету ни в одном из способов нужно просто определенное внимание вот значит у нас третий способ а вот четвертый а девочки для новичков вот вы плетете здесь у вас что-то остается то есть вы когда плетете этот браслет будете делать то вы цепочку вот здесь эти нитки не заканчиваете может быть вам нужно будет добрать еще одну петельку по одной петельке а может быть вы посочтете что они лишними можно будет даже чуть-чуть под распустить а потом уже пришивать замочек ну вот я показала все что хотела вам показать мне будет приятно если вы напишите мне в комментариях что вам больше понравилось какой вариант ну я желаю вам рукодельте с удовольствием пусть все болезни пусть все вирусы даже сани с короной облетают нас стороной а мы будем здоровыми и и будем рукоделить всего доброго до свидания и 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